Всем привет, рад всех вас видеть снова в очередной раз. Я играю с 19-го года, первым моим занятием стало майнерство, я был таким имперским майнером, майнил WorldSpar, майнил Plagia Class. После этого переехал в нули, я переехал в СИД-корпорацию, состоящую в Solar Citizen, где познакомился с одним из неоднозначных флиткомов Еви, Дартвакеалом. Далее крабил там некоторое время. А после этого, после того как Red Alliance напал на Solar Fleet, нас потихонечку вытесняли и вытеснили, соответственно, нашу крабскую корпорацию. Затем я уехал в период базис вместе со своим хорошим другом и уже оттуда начал, скажем так, восхождение по карьерной лестнице. Вначале я был ЦУ корпорации, это была, опять же, крабская корпорация, рассчитанная на каких-то вот игроков, не особо разбирающихся в PvP, но крабирующих большое количество иск. Через какое-то время мне это надоело, я начал пытаться сводить флоты, первые какие-то фрегатики с какими-то там дарвинскими фитами. Вот, сводил я пару вылетов и понял, что здесь не будет каких-либо движух особых под это начинание. И с Citizen корпорацией ничего не получится сделать. Плюс там были небольшие разлады в Карпе. Ну, вот, в итоге пришлось уйти. Ушел я в тогда перспективный родальянс. Он был, значит, без флиткомов какого-либо особого масштаба хороших. Был, не знаю, вот, опять же, разлад, только выселили, уныние, печаль, депрессняк. Ну, соответственно, я решил этим воспользоваться и, скажем так, поднять с колен. Ну, это были тогда мечты такие. Нубский еще по незнанию особых особенностей игры, по незнанию особенностей вождения. Вот, пытался водить, смотрел, как водят другие. Ну, и в какой-то момент стало немножечко получаться. Вот, ну, дальше, соответственно, начал водить уже не просто какие-то роуминги, а флоты, КТА-флоты. И впоследствии моя активность привела к тому, что меня назначили ЦО в родальянс. Вот, в принципе, так. Это если очень коротко. Ну, в двенадцатом я начал играть. Значит, в середине тринадцатого мы переехали в период базис. Где-то зимой, наверное, зимой вроде как с тринадцатого на четырнадцатого я перешел в Red. Сейчас посмотрю, точно скажу, чтобы не намахивать наших слушателей. Открою свою корпорацию. Значит, да. Тридцать первого июля с тринадцатого года я вступил в AngelGuard, мою основную корпорацию. И, собственно, с этого момента начал активное вождение. Далее, значит, в шестнадцатом, зимой шестнадцатого года я стал ЦО. Ну, почти год скоро будет. Здравствуйте, дорогие слушатели. Все-таки. Ну, о себе что рассказать? Когда-то я был ЦО Родальянса, как и Чатл сейчас. Играю я с 2007 года, если мне память не изменится, с июля. Был флиткомандером, участвовал в первом выселении Северной коалиции, в боях с Атолсами, да и много где еще. В очень эпичных сражениях. Вот он большей частью времени храбро сражался за Родальянс. Все. Значит, у нас iFars сейчас поставится настроить микрофон. Сейчас мы его подождем немножечко. Расскажи немножко о истории Родальянса. Как более опытный и старый пилот. Можно начинать? Да, ты можешь начинать. Ну, Родальянс. Опять же, надо сразу сказать, что я не был исток в сознании этого Альянса. Я уже пришел после, скажем так, первой драмы. Основной, наверное, когда Родальянс делился на три. То есть это Легион Дича, Сворфликс, ну и собственно Ред. Из того, что я помню, знаю, слышал примерные истории Альянса. Значит, Альянс сформировался из так называемого Рустима, в который входили практически, ну почти все представители всех русскоязычных Альянсов, которые когда-либо были в Еве. То есть там и АА, которые раньше были чисто русскоязычным Альянсом. И, естественно, часть Ред Оверлода. Это и Дича, и Мастер. То есть, соответственно, Дичи и Сворфликс. И много кто еще. И вообще, если мне память не изменяет, то Ред Ольянс изначально был объединением пяти корпораций, в том числе и англоязычных. Но в процессе, скажем так, жизни англоязычные корпусы из него вышли. И остались только русскоязычные. Опять же, эту историю лучше поискать, конечно, на форумах. Чем, собственно, знаменит Ред Ольянс? Тем, что во все времена, и особенно это было во время его создания, он воевал против преуходящих сил противников. То есть, против Боба. Изначально это была лодка Вольтера. Ну, объединение, скажем так, чтобы наши слушатели понимали. По силе это примерно был как, ну, наверное, как Гундсварм вот сейчас. То есть, вот по силе это было такое же объединение. Ред Ольянс его победил на тот момент. Но надо понимать, что это речь идет о 2005 году примерно. 2005, наверное, 2006. Когда наличие просто батлшипа на аккаунте, прокачанного батлшипа, у каждого мембера являлось огромным преимуществом. То есть, когда не было, скажем так, не было такого количества пилотов в Еве. И каждый пилот имел большее влияние на происходящее событие. Ну, так вот, собственно, если касаться истории, попробую вспомнить, скажем так. То я вот сейчас, чтобы вам, опять же, не врать, смотрю Дотуан. Сейчас я точно вам скажу, значит, какие корпорации изначально были. Хотя это на самом деле достаточно сложно посмотреть. Значит, основными корпорациями, опять же, это был Rush. Хотя, возможно, это уже 2006 год. Это был Лето Корп. А хотя нет. Ладно, не буду говорить о том, чего действительно не помню. Смысл в том, что Ред воевал против лодковой артеры. Затем Ред воевал аж в Дельве, имея спейс в Инсмазере. И, по сути, Ред Альянс в то время, во время своего формирования, воевал практически по всей Еве. Это, наверное, опять же, чтобы наши слушатели понимали, это как пандемики сейчас. То есть, по силе это был примерно такой же Альянс. В то же время, примерно в то же время, Альянс приютил такой Альянс, как Гунсварм. Который был тогда очень молод, который потерял свои территории или не имел их. И именно в то время, на тот момент, образовалась вот эта вот связь Ред Альянс с Гунсварм. То есть, многие из вас или немногие могли слышать такую аббревиатуру Ред Менос, по-моему, Красная Угроза. Если мне память не изменяет, это пошел как раз оттуда. То есть, вот Ред Альянс, Гунсварм. В то же время, там были и Тау-Сити Федерейшн Альянс, ну и некоторые другие. Действительно, уже это было достаточно давно, и я уже тоже не вспомнил. Но на тот момент Ред Альянс был, наверное, одним из самых сильных Альянсов Еви. То есть, вот после победы над Водкой Вольтерой, захватом Скаудинга, Смазера, если я правильно помню, Викит Крига. Затем вот была война в Дельве за Луны Дельва, за Луны Фонтаны. Это вот когда их только вводили, если мне память не изменяет. Это, наверное, опять же 2016 год, потому что тогда я не был в Ред Альянсе. Это вот вся эта история до меня дошла. И примерно вот в это время, когда в 2007 или 2008, в начале 2008, наверное, когда я уже пришел в Ред, В результате одной из первых потом многочисленных драм, которые случились в Ред Альянсе, из него вышли вот и Соверфлит, и Легион Дича, то есть вот которые пошли захватывать себе дрон-регионы. То есть вот, скажем так, на тот момент, когда я пришел в Ред и начал активно что-то действовать, ситуация, политическая ситуация была именно такой. То есть вот был, насколько я помню, еще Гунсварм в Детариде, который затем выехал из этого региона. И были более-менее союзные дрон-регии, с которыми потом закончилось все войной. Там, если мне память опять же не изменяет, был такой альянс, как Интрепид Кроссинг, который сейчас, наверное, частью ОНС является, надо смотреть. Ну, корпы точно. Вот, то есть диспозиция была следующая. То есть за Редом был Скаудинг Винсмазер, плюсовой Детарид и, скажем, полуплюсовые дрон-регион, где еще хозяйничали два альянса, это Смэш и Роудкилл. Это, насколько я помню, они были американцами. Чатланин, у тебя есть? Собственно, вот на 2007-2008 года диспозиция была такая. Если надо, я могу рассказывать дальше, но вопрос до какого момента? Ну, сейчас хочу узнать, есть ли у Чатланина, что добавить к твоему рассказу, чтобы картина была более полной. Ну, скажем так же, до 2007-2008 года рассказал. Ну, примерно, да. Это та история, которую я помню, но и как бы надо понимать, что это далеко не полная история. И наши слушатели могут послушать другие, скажем, либо подкасты, либо почитать форумы за это время, если интересно все это узнать. Возможно, даже где-то на Википедии или на других подобных ресурсах есть статьи про Red Alliance и про то, что он делал и как он делал в этот период времени. Чатланин? Ну, я добавлю, что РМЦ это все-таки более новое выражение, скажем так, Red Minutes, которое образовалось после последнего заезда в Ensmoiser, которое у нас было. Да, потому что Red Swarm был, действительно, я ошибся. Red Swarm он назывался. Да, именно так. Ну, пожалуй, на этом все. В тех годах. Так, отлично. Чатик, я хотел бы узнать, как сейчас меня нормально слышно, добавилась ли громкость и слышите ли вы меня. Это раз. Два. У нас тут внезапно оказался призовой фонд на стриме, скажем так. Разыгрываться наш призовой фонд будет следующим образом. По ходу стрима мы разыграем 3 миллиарда исок. Что нужно сделать для того, чтобы принять участие в розыгрыше? О, да, пишут меня слышно. Что нужно сделать для того, чтобы принять участие в розыгрыше? Сейчас мы рассказали историю создания Red Alliance. И перед тем, как мы продолжим, перед тем, как нам расскажут о его развитии, ставьте плюсики в чат. То есть, рандомным образом скрипт выберет победителя среди активных в чате людей. На это у вас есть 10 минут, чтобы проявить активность какую-либо в чате. И после этого я нажму кнопочку в аккурат, я думаю, к тому моменту, когда нам расскажут о... Нам расскажут о том, как, собственно, Red Alliance развивался далее. Так, ну и кто расскажет? Давай, Чатланин, тебе слово. Что было с 2007 года? Как Альянс набирал силы? Где воевал? С кем воевал? Какие воины повидал? Регионы? Имена? Тебе слово. Так, ну, все-таки с 2007 года, я думаю, это слишком. Давай, Dodger, расскажи лучше ты, а я расскажу о новой истории, о основном моменте, как я играл вместе с Red Alliance. Окей, я сейчас открою карту просто, чтобы было более, так сказать, понятно мне хотя бы по памяти. Итак, значит, по поводу истории Red Alliance. Если мне не изменяет память в этом вопросе, а я надеюсь, что это так, давайте вот буквально секунду, я открою просто DotOne и посмотрю, в каком году создана корпорация BatRobot. Это как раз именно тот год, когда я фактически стал CEO Red Alliance, об этом я сейчас чуть расскажу. Так, а наши зрители, чтобы лучше понимать, где как жил Red Alliance, смогут открыть карту суверенитета IF Online, я попросил бота сейчас написать в чате ссылочку. Можете перейти по ссылочке и там видно, в принципе, какие регионы в Еве сейчас кем захвачены. Ну и как бы, чтобы представлять, какой регион где находится, где север, где юг и так далее. Доджер. Да, окей, вот смотрите, значит, что из того, что я помню, скажем так, я могу рассказать. Изначально я пришел в Red Alliance действительно, ну, наверное, все-таки в восьмом году, а не в седьмом. Надо смотреть по борде, но судя по DotLan, это все-таки был восьмой год. И первой моей корпорацией была корпорация Omnix. Это, скажем так, корпорация, которая и в курсе жила, и в дичах была, и потом в итоге мы пришли в Red. И так оказалось, что я там был единственным флиткомом на тот момент. Ну, видимо, это вот как раз вот период той самой драмы, когда вышли многие корпорации и перешли в AAA, в DG, в Solar Fleet. То есть это вот первая драма по, скажем так, развалу Red'a. На тот момент, опять же, если мне не изменяет память, в Ensmather приехали те самые Band of Brothers, если кто-нибудь о них еще помнит. А если не помнит, то на тот момент это был альянс, который держал DEL, FONTAIN и, наверное, период базис. То есть весь запад под ними был, скажем так. Ну, юго-запад. И это был один из сильнейших альянсов EVE на тот момент, наверное, даже самый сильный, которому, скажем так, помогала администрация EVE Online. Там было очень много драм по этому поводу, но, тем не менее, это факт. И я как раз пришел в тот момент, когда Band of Brothers пытались атаковать Space Red'a, и именно в тот момент я начал водить флоты. Далее в какой-то момент... А, да, надо сказать, на тот момент CEO Red'a был Fireknight. По-моему, он даже еще играет иногда, иногда заходит. Живет он в Донецке сейчас, поэтому я не уверен, что ему до того. Вот, но человек был очень хороший, но он, скажем так, забивал на игру. То есть это, знаете, это вот как любой лидершип через какое-то время начинает выгорать и появляется в каких-то альянсовых вещах только, скажем так, онлайн, в скайпе, в чатах. То есть это очень важная работа, но для людей она недостаточна. И на тот момент получилось так, что единственным ФК Родальянса был я, и, соответственно, с учетом того, что у меня был свободный английский, скажем так, я мог свободно разговаривать, то на мне была также вся дипломатия. И в конечном итоге получилось так, что практически большую часть функций в Родальянсе выполнял именно я, с учетом того, что я даже не был целой корпорацией. На тот момент я еще был в корпорации Omnix. Это, наверное, конец восьмого года. Далее была попытка переведения, наверное, правильно будет сказать, Родальянса в регион Венал. Эта попытка была инициирована товарищем Дайра Лиром. Я думаю, что многие его знают. Чем он знаменит, я говорить не буду. Ну, как бы он, в принципе, тоже был в свое время с Родальянсом, где-то, наверное, в одиннадцатом. Хотя, нет, наверное, все-таки в четырнадцатом году даже. Но Чатл это лучше знает, потому что я уже тогда практически не играл. А на тот момент, на восьмой год, это спровоцировало очередную драму в Родальянсе. То есть, в поводе того, что сначала думали, что это моя, как бы, инициатива. То есть, бросить Клайм, уехать в Венал. Но в итоге получилось так, что я решил остаться в Энсмазере. Я решил завести собственную корпорацию. И в 2009 году, в седьмом месяце, в июле, как бы была сформирована корпорация Бэтробот, цел которой я стал. И, соответственно, я стал целый Родальянсом. То есть, Fireknight мне целый передал. Я, как бы... То есть, с чем было это связано? По сути, первое, с тем, что наши непосредственные соседи, а это Дичи Мастер. Дичи, то есть, имел на тот момент прямые контакты со мной. То есть, как бы, все вопросы решались практически напрямую. А Мастер, в принципе, не хотел вести дела с тогдашним лидершипом Реда в виде Фаркнайта. То есть, естественно, поскольку Родальянс на тот момент был выселен Атласами, а я, кстати, не упомянул об этом, что Родальянс потерял весь Space свой, и был выселен у Дрон Реги в одну консту, которую... Вот я не берусь сказать вам, каким образом, но я точно помню, что Родальянс отбил эту корпорацию, констелляцию, потому что я вводил эти КТА... Это одна или две констелляции в Этериум Рича с столицей ВР-6К, если мне память не изменяет. Соответственно, Альянс имел плюсовые стенды с Дичами и с Солар Флитом, которые делили Дрон Реги, и весь стальной Space был потерян. И вот на тот момент я стал цел Родальянсом, и, грубо говоря, у нас был период, когда все, чем мы занимались, это накопление капитала. Причем как в прямом смысле, так и в переносном. То есть мы копили Супера, мы копили капиталы, то есть просто, грубо говоря, отфармили Альянс с нуля и формировали костяк. Мне кажется, что это вообще были золотые годы того Реда, потому что у нас было огромное количество ПВП в Эсмазаре, буквально там в нескольких прыгах. Заодно, пока мы там жили в этих Дрон Регах, нам их за бесплатно, к сожалению, никто не дал. И кто знает, скажем так, если бы условия получения этих констелляций были немножко другими, может быть, и все потом сложилось по-другому. Но, тем не менее, на тот момент мы смогли выселить Альянсы в Дрон Регах. Я вам говорил, что изначально было Solar Fleet и Legion Dich. И там еще были Smash, Roadkill, Intrepid Crossing и Ethereum Down, что ли. Как-то так. Вот два последних Альянса выселили мы, грубо говоря. Мы их развалили за счет шпионов, мы их развалили за счет боев. То есть это уже можно посмотреть на Борде, по моему основному персонажу Silent Doge. В принципе, все эти бои будут видны. Тогда у нас начали собираться батловые флоты, и вообще как бы появилось что-то, я имею в виду с точки зрения. В итоге, итогом этих усилий, то есть, к сожалению, стала полная потеря наших южных территорий, потому что вести войну на два фронта мы не могли. И более того, я не хотел участвовать в южной кампании, потому что мы там не тянули, и помогать нам особо было некому. Опять же, возможно, я не все помню. Возможно, потому что было желание наших союзников, если мне не изменяет память, это дичь, вести войну на юге, то есть забить на Intrepid Crossing и Ethereum Down, которые нас очень сильно провоцировали, в том числе стреляли по плюсам в CGI нашей столицы. Собственно, что и спровоцировало войну. Ребята думали, что мы типа заняты с атласами, и не сможем ничего им сделать. Можно сказать, такой бэкстап решили сделать, но вот оно как повернулось. То есть на тот момент у Родальянца, грубо говоря, было две тяжелые войны, то есть война с атласами, которую мы какое-то время посопротивлялись, и потом забили, потому что мы не тянули. И война в Ethereum, которую я захотел отбить под Альянс, что в итоге получилось частично. То есть на 2009, наверное, и 2010 год, надо опять же смотреть точно по картам, но я думаю, что это примерно так. Альянс имел двух союзников, с которыми поддерживал хорошие контакты на тот момент, и две констелляции в Ethereum Ritchie. Это все, что было у Альянса. Далее начинается, наверное, одна из таких самых интересных страниц в истории, так сказать, моего управления в рейде. Это формирование DREF, Drone Region Forces, в который вошел в Альянс White Noise с его знаменитым целом психозом. Это очень колоритный персонаж, которому можно много рассказывать, но я думаю, что кому интересно, может посмотреть достаточное количество роликов, с его участием на YouTube. Ну и, собственно, и с моим тоже, на самом деле. Благодаря вот этому союзу при участии, то есть ДРФ изначально включал в себя WN, White Noise, Red Alliance и Легион Тича. Изначально мы за счет... А, да, обязательно я должен сказать, что, к сожалению, я уже не помню подробностей, поскольку это было действительно давно, но Red Alliance при помощи Совор Флита, проведя небольшую войну в регионе Гиминат, получил себе, если мне память не изменяет, одну или две констилляции еще и там. Потому что у нас действительно было очень мало территорий, они нам были нужны. Далее, при помощи White Noise, по сути, мы бросили свои территории в Гиминате и при помощи Альянса White Noise поехали атаковать Альянс Атлас на юг. И при помощи вот этого, скажем так, суперкапитального катка, то есть я не буду говорить, что там откуда и чего, но по факту был создан суперкапитальный каток, в котором мы участвовали, и Red Alliance, и D.C. и White Noise, и мы смогли захватить обратно все территории, которые были потеряны Red Alliance. То есть это Innsmother, это Scouting Pass, Detarit, Wicked Creek, и потом Emensia, и, по-моему, даже Fetabolis, потому что, насколько я помню, там потом мы селили несколько плюсовых альянсов, которые очень долго достаточно противостояли AAA-Альянсу. Кстати, надо обмолвиться, опять же, что, к сожалению, и это было сделано до меня и не мной, в какой-то момент альянс AAA, который был тоже русскоязычным, ну, по сути, стал нам врагами по каким-то причинам, видимо. Если, опять же, мне память не изменяет, это была инициатива Fireknight'а, или инициатива AAA, на которую, скажем так, ну, грубое слово, но, наверное, повелся Fireknight, то есть инициатива нескольких пилотов атаковать плюсовые стенды Реда в нашей же столице, то есть, ну, это, мне кажется, позорная история для двух альянсов, и я думаю, что лучше у мемберов AAA спрашивать, что там как было, потому что я действительно этого не помню. Но, к сожалению, вот, получилось так, что AAA стали нам врагами, то есть, это Юг, это на долгие годы определило то, что Юг считался для Реда враждебным. И в итоге, да, кстати, надо еще упомянуть о том, что на самом деле Атлас Альянс, который изначально выселил Ред, это были протеже AAA и Stain Empire. И если я правильно помню, еще и Red Overlord, хотя Red Overlord мог сформироваться чуть-чуть попозже. Соответственно, Red себя отвоевал очень много территорий, практически весь Юго-Восток был наш. И Red был, наверное, одним из самых многочисленных альянсов на тот момент. То есть, ну, хотя, скажем так, в пятерке, потому что регион Лича и Солфлит делил пополам Дрон Риги, примерно пополам. После всей этой войны после войны с Атласами, это первая война Ред Альянса. При мне я имею в виду крупная война. Ред Альянс, скажем, немножко я осабманул, Детарит и Южнее Ред Альянс получил чуть-чуть позже. После войны с Атласами Войт Нойз переехали в Детарит. Собственно, Детарит и Южнее. То есть, у Red был Смазер, Скаудинг и Викет. У Войт Нойза был Детарит и, ну, соответственно, и Менсии, и Фитоболис, если я правильно помню. Далее, это формирование ДРФ. Далее, нам пришлось столкнуться со вторым, с самым крупным блоком или со вторым по крупности на тот момент, это Северная Коалиция. В Северную Коалицию тогда входили Разеры, Альянс Wildly and Appropriate, ну, и, наверное, несколько более мелких, которые я, честно говоря, не вспомнил. Но по территориям я могу сказать, это Тинал, Бранч, Двенал, Трибут, Бейл Десайлент и Гиминат. Гиминат был отбит у Сорфлита, потому что мы им тогда не помогли и сами они сопротивляться, соответственно, не сумели. Возможно, я могу ошибаться, но Дикляйн был тогда тоже под Северной Коалицией и еще не принадлежал гунам, потому что гуны на тот момент переехали в Дельве и в Фаунтейн, выбив Бендал Брадзарс оттуда. Это надо вот просто, если кому-то будет интересно, я вам советую просто в Яндексе вбить influence.png и вы найдете карты за тот период. Вы сможете посмотреть, какие альянсы куда двигались. Да и, впрочем, на Ютубе должны быть ролики на эту же тематику. Соответственно, после того, как у нас появились свои территории, опять же, по годам я не буду говорить, потому что я могу ошибиться. Наверное, это все-таки уже 11-й год или начало 12-го, но скорее всего 11-й год. У Рэда Альянса была вторая крупная война. Это, наверное, даже самая эпичная война. Это был первый раз, когда в Яве был локал более тысячи. Если мне не изменяет память, опять же, это бой за Эвэкс Ку-2, когда Северная Коалиция через Гиминат, через Лоусеки напала на Легион Дича в входной системе в Этериум Рич это Эвэкс Ку-2. Соответственно, естественно, что ДРФ подключилась целиком, полностью за Дичей, потому что это был очень прочный союз на тот момент. Это дало несколько грандиознейших битв, которые можно наблюдать на Ютубе, в том числе дальнейшая битва в регионе Гиминат О-2-О. Это, наверное, битва, где на тот момент погибло наибольшее количество Титанов, которые единовременно имеют. Там, по-моему, что-то в районе 10 или что-то в этом духе. Мазера уже никто не считал. И именно в тот момент то есть там было очень много сражений, очень много всяческих драм. И это тот момент, когда вот этот блок тысячи человек был побежден скажем так русскоязычными силами до коалиции ДРФ. В результате чего грубо говоря весь Восток вообще в принципе карты был поделен между нашими альянсами. White Noise заняли весь север. Если мне память не изменяет от Бранча до наверное Wave of the Silent. То есть White Noise плюс их ну скажем ПЭТа. Легион Дича и Сор Флит захватили в себе все дрон-реги. А за Ред альянсом как раз в тот момент когда ВН уехали из Дотарида остался весь Юго-Восток то есть как я уже говорил Энсмазер Скалдинг Викит Крик Диторит да и Менси Тенерифис и наверное даже часть Фитоболиса хотя я не уверен но вот например Омис с точным бузонами это я помню дальнейшее то есть ну вы понимаете насколько это масштабная была победа то есть это весь Восток был за нами и дальнейшей целью ДРФ могли служить только Триплэй и Южный Альянс к сожалению я считаю что это была ошибка там с моей стороны была попытка договориться с на тот момент Ред целью целью скажем так не то что досадить но наверное просто было нечего делать и в итоге они скажем так оказались нашими врагами естественно когда ДРФ приехала в Курс а потом туда еще даже поближе я к сожалению не помню возможно в Стейн весь вот этот Южный Блок потерял все свои территории потому что на тот момент против против поставить супер капитальному катку который был ДРФ просто было нечего и никто не мог этого сделать ну может быть кроме гунов о чем я расскажу чуть позже и таким образом вот Юг потерял свой спейс и по факту Дич и психоз приняли решение такое что ДРФ должен быть распущен поскольку выполнив все свои задачи они посчитали что мы победили всех возможно так оно и было возможно нет действительно могу сказать что я был против этого решения но на тот момент не особо кто со мной советовал спринт причин скажем так то есть надо говорить о таких вещах честно я в этом не участвовал вот если как бы у кого-то иное мнение то можно это обсудить скажем так и в итоге получилось так что White Noise уехал к себе на север дичи остались в Дронрегах мы остались на юге и для меня по сути это начался период когда я конкретно стал забивать на игру просто забивать в тот же момент соответственно южные альянсы которые ну скажем так White Noise уехали им было далеко даже с учетом того что перегнать Титаны тогда особой проблемы не составляло но по Гитам они не ходили тем не менее прыжковой дистанции хватало и отсутствие фатии хватало на то чтобы перегнать весь супер капитальный флот с одного конца за другой буквально ну там за час то есть понимаете что с учетом того что тогда не было такой достаточно продвинутой системы борьбы с лагами как это есть сейчас то есть и бои длились там сутками а обычный бой скажем 200 на 200 и более там длился несколько часов то есть подвести подкрепление вообще не составляло никакой проблемы то как бы тем не менее южане смогли потому что нам некого усилить во все эти территории просто бросили грубо говоря на юге то есть мы ограничились какими-то самими границами ребята смогли восстановить свою территорию потому что ну в общем никто не мешал особо хотя опять же это может быть я помню что то не так и у них были жестокие битвы потому что я помню что наши ситизены и пэты скажем так оборонялись достаточно долго против трипл и компании в какой-то момент южане собрали достаточно серьезную коалицию и атаковали легион дича причем получилось это одновременно наверное с тем что пошел крупный конфликт с Орфлит и легион дича из-за чего я бы не хотел скажем так спекулировать на эту тему из-за чего был этот конфликт но мне кажется что с учетом того что сейчас мы наблюдаем Солар Флит и легион дича как лучших друзей то это было чисто проблемой ЧСВ двух лидеров то есть соответственно дича и мастера и конфликт был совершенно не нужен тем не менее если мне опять же не изменяет память через какое-то время во первых надо сказать что на тот момент передо мной стояло очень такое неприятное решение потому что с одной стороны благодаря тем внутренним процессам которые дипломатическим процессам которые протекали между мной и нами скажем так редом с Орфлитом и дичами в какой-то из моментов я выбрал сторону дичей причем до конца скажем так у меня были сомнения на тему того с кого атаковать там по разным соображениям и чисто таким шкурным то есть хотелось и с одной стороны ставить на победителя и с другой стороны скажем так совесть грызла на тему того что вообще это все нехорошо и ну его нахер я извиняюсь но если песни слов не выкинусь одновременно с этим мы сопротивлялись против триплей у которых уже был достаточно сильный блок блок на юге и одновременно с этим я начал забивать на игру и получилось так что за дичей скажем так вписались НЦ ДОТ и ПЛ которые были скажем так в нашей коалиции и со времен закатывания атласов да и вообще скажем честно то есть пандемики должны быть во многом благодарны дичам и тем более во многом благодарны white noise за ту силу супер капитальную которую они имеют сейчас потому что их помощь оценивалась именно в количестве суперов на тот момент я не буду спекулировать на их полезности но скажем так количество суперов в определенный момент сыграло какую-то роль в закатке атласов потому что атласы были поддержаны на тот момент были поддержаны южанами а их было немало и то есть ситуация сложилась таким образом что из-за определенных моих решений в том числе и небезызвестного заявления я устал я ухожу ну естественно немножко не так звучало тем не менее ред альянс прекратил сопротивление с мазари и в какой-то момент столицу ред альянса то есть ред альянс договорился с грубо говоря ежанами мы переехали в эльф нашу столицу прилетели защищать дичи пандемики нс и прочие товарищи а реда там не было на финальный таймер возможно если бред был как считают некоторые люди то мы бы отбились грубо говоря но скажем так в реде был я передал управление другим людям конкретно это корпорация дарк вуду культ персонажем лентом ласт и гоуст энджел если мне память изменит и они ну в основном гост за счет того что был дружен с триплей то есть решили что хватит этой байды и мы переезжаем в дель скажем так вот одновременно с этим точнее чтобы вы понимали то есть почему например не весь дрф участвовал в этом то есть я могу ошибаться во временных рамках но мне кажется чуть-чуть до описываемых событий гуны напали на white noise а в тот момент уже и психоз тоже устал от его потому что это уже был третий или четвертый год когда мы дружно всех пинали и в итоге сначала дичи не оказали поддержки или одновременно с редом насколько я просто помню что у нас были переговоры дичей и рад альянса с гунами на ту тему как раз тогда еще формировался тест альянс который заехал в элда сайлан где он сейчас находит собственно говоря то есть получилось так что в н были от нас отрезаны и мы не смогли просто предоставить нашим союзникам достаточные намерсы в тенал на защиту территории в результате чего гуны нас просто перебобили и выбили в н а без в н начались вот эти вот терки с мастером одновременно в результате то есть наши враги смогли собрать крупный боб грубо говоря и просто ну мы просто мы просто бросили свой спейс я считаю что на самом деле это было неправильное решение с моей стороны весьма позорно про это кстати и поэто царм как перед поедет чатл должен знать хотя чатл ты помнишь там про семь титанов нет или это уже без тебя это еще без меня а это еще без тебя ну вот жалко Грега нет сегодня он бы рассказал что там было вот то есть грубо говоря на этом м 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 вреди закончилась то есть когда альянс уехал оставил свои территории для меня это было однозначно я устал и ухожу это было уже по моему м какой это был год 13 наверно да если мне память не изменяет чат не помнишь мнение не порой но он либо либо это был конец 12 то что вполне вероятно потому что то мне что корпорация пошла в альянс протокол 13 или что там духе ну соответственно то есть 12 13 год это когда м ред альянс уже вот в том виде в котором создавал я он пошел на сильный спад потерял все территории то есть суммируя могу сказать что это были классные несколько лет но к сожалению к сожалению из а очень неправильных выборов в частности я решил остаться на юге хотя мы могли совершенно спокойно своим поделить север весь и никто нам не смог помешать мы остались вот на юге с одной стороны с другой стороны я поддержал а не то что неправильно что я поддержал дича в войне с орфлитом в принципе не надо было вмешиваться вот в это во все но там скорее всего точнее чтобы вы поняли когда идет война между твоими союзниками айти и те у нас были плюс 10 то тебе в любом случае приходится выбирать сторону и когда из к одному из твоих союзников прилетает на помощь враги которые у тебя минус 10 и ты находишься у всей этой кучи малой в одном гриде тебе надо одних стрелять других не стрелять а ты понимаешь что если например сейчас выбить всех дичей то 3 по войти и со своим бобом тебя сожрет и ты не можешь помочь им потому что тебе придется по плюсам то это очень поганая ситуация и вот это вот поганая ситуация привела к ну скажем так руки опустились грубо говоря ну и там через всякие мутные истории которых многие слышали многие не слышали и слава богу вот в результате к сожалению к сожалению я построил альянс так что он был завязан на моих харизме на моем времени моем участие и тот директорат который в итоге оказалось то есть сменилась команда надо понимать что целый не может быть один то есть в любом случае есть какие то люди ники которых наверно не запоминается к сожалению но они тащат очень много и я всех этих людей например до сих пор помню кто кто что тащил и всегда эта команда но вот эта команда к сожалению когда лидер уходит она далеко не всегда может подхватить потому что несколько другие люди просто не могут очень качественно делать какие то вещи но они не могут скажем вдохновить людей на поле вот и в результате всего этого к сожалению к моему огромному сожалению и я очень много думал на эту тему правильно я поступил или нет как бы и буду думать над этим дальше скажем так потому что слишком много вариантов к сожалению рода альянс вот поехал в дельве где началась его наверное новая история потому что целом сначала был у меня была корпорация как я и говорил тарклуду но я так понимаю что они так сказать не смогли в руководство рядом и потом я забил окончательно плюс меня забанили в итоге на 4 года как выяснилось но тем не менее процент и в итоге целка рация рэда тогда остался котенок на один из моих бывших директоров который заведовал учителями при когда у нас было очень много приемов вот и вообще достаточно кой уши парень но тем не менее вот и дальше уже по сути начинается новая история которой я думаю что лучше чатова расскажет потому что я ее практически не застал и полтора года или два меня не было вообще ну все если будут вопросы дальше отвечу я бы хотел спросить у чатла есть ему что добавить по текущему рассказу нет мне нечего добавить нет ну тогда друзья мои давайте еще раз обновимся плюсиками в чатик и разыграем таки уже один лярд он заждался я смотрю цифры падают активных пользователей кто первые плюсики ставил они уже начинают выпадать из списка активных пользователей чата поэтому обновляем плюсики я запускаю жму кнопочку она даст выдаст лярдик одному из участников дискуссии в чате и мы продолжим дальше уже расскажем о новейшей истории ред альянс так но я смотрю цифры 29 активных пользователей примерно столько же и было когда проплюсовали все в первый раз подключаюсь к серверу дам еще минуточку нажимаю кнопочку фарс как договаривались да один лярд мне один лярд один тебе блин шоу мне два блин я че то не слышал о таком как мы не втолчим шпик говорим мозаикин получает первый лярдик мозаикин напиши сфм фарсу на твиче свой игровой ник я поставил единичку в чат напиши именно на твиче свой игровой ник так но мы продолжим чатал новейшая история есть тебе что сказать на этот счет значит что я могу сказать про скотел на скотелке я не буду особо затормаживаться значит скотенок был скотенок водил пытался поднимать альянс в итоге он слил некоторое количество титанов гипси бенду стоп это же я слил семь титанов и два титана ну семь я слил а давайте я на слез котенок ну это было да это было до дельва ну не суть значит пытался поднимать альянс но постоянно нарастающие волны не в альянсе привели к тому что он был смещен спаста целом там была очень мутная история по этому поводу кто-то говорил что он пропил кто-то говорил что значит просто сместили ну точной информации по этому у меня нет и останемся верным тем версиям которые выдвигались тогда на место скотенка приходит дайра лир вместе со своей командой это команды организуются в течение некоторого времени большая компания вместе с гипси бэнд вместе с горгонами дарксайдами по выселению solar fleet а эта компания начинается в осенью в районе октября ноября двенадцатого года по моему двенадцатого да нет позже наверно чат 13 все таки нет сейчас мы проверим двенадцатый год двенадцатый год конец двенадцатого потому что тема редальянса была запущена на и в сружке в момент атаки на solar fleet она запущена 8 октября двенадцатого года а твой с поезд с ножа бы было зимой двенадцатого то есть где-то в январе феврале а через чуть больше полугода была атака на фонтан ой на фонтан на из мазер сюда и роллером и гипси бэндами вот значит поначалу эта компания носила фановый характер то есть прилетали флоты и фанились рубились все были всем довольны но потихонечку начали подтягиваться и другие противники друг друга да подтянулись подтянулась трепла подтянулись НЦПЛ соответственно трепла подтянулась на стороне саларов а НЦПЛ на стороне реда и гипси значит были большие войнушки ну были большие бои когда там супер кап флот саларов постоянно кемпился постоянно пытались как-то затаклить убить и мешать ну благодаря скажем адскому терпению флиткомов салар флита того времени этого не удавалось им достичь и решающим сражением скажем так в тот период стало сражение за 1В когда туда набатвонилась абсолютно вся Ева там участвовал Solar Fleet вместе с союзниками Black Legion против них были Red Alliance Gipsy Band НЦПЛ и Test Alliance был просто огромнейший блок значит Solar Fleet закинул свои мазера некоторые из них были затаклены и убиты некоторые ушли с этого момента компания перерастает из фановых пострелушек в затяжную скажем так позиционную войну когда что-то убивается какие-то территории захватываются потом перезахватываются и вот так вот идет войнушка продолжается она довольно таки продолжительное время до конца весны тринадцатого года в итоге заканчивается на победой Red НЦПЛ гипси к тому моменту уже разваливаются и переходят в новый альянс Darkness of Despair значит значит далее происходит инцидент с даркспаунами когда то ли не рассчитали люди в лидершипе возможные последствия то ли сознательно пошли на такой риск но атакует Red альянс атакует ДСП Даркспаун и за них вступаются НЦДОТЫ вместе с Pandemic Legion в итоге с всей территории значит забираются коалиции НЦПЛ Н3 на тот момент и соответственно Red альянс уезжает в курсу в курсе мы продолжаем значит союзнические отношения с The Gargon Empire кстати вот в определенный момент прихожу я в этот в альянс значит вместе с гаргонами мы пытаемся растыкивать ДСП тыкать у них палочкой забирать их как-то сов пытаться луны но благодаря тому что было не пофикшена был не пофикшена был не пофикшена рейндж был не пофикшена механика прыжков на каждый важный таймер к Даркспаунам прилетает каросфера НЦМ который убить без хорошего количества пилотов с большим количеством суперов и там кучей каких-то других плюшек нереально так продолжается кстати и дальше каросфера гнет все значит Рэдоленс не добивается никаких особых успехов в завоевывании клайма забирании лун и так далее и значит выходит в течение некоторого времени жаба объявляется о переезде в гиминат к дичу дичь дает территории значит некоторые одна констайли две вот соответственно для того чтобы Рэд набрал силы какой-то жизненные там жизненные соки какие-то свои мы летаем вместе с дичом против Соларфлита как раз таки тогда активно вводят Лориан Али нынешний союзник Редальянса значит мы летаем с дичами помогаем их в их стратегиках набираемся силу ждем какой-либо активные движухи значит в конце тринадцатого года значит начинается Хэллоуин Вар это война между НЦПЛ и Darkness of Despire значит Соларфлитом впоследствии Гунами и мы принимаем в ней участие посредством того что открываем скажем так второй фронт Альянс собирает манатки выезжает из гимината и едет в курсу в курсе мы продолжаем атаковать даркспавнов значит всячески пытаемся помочь в войне с НЦПЛ на которой тогда была жуткая обида которая можно сказать пригорала у большей части Альянса значит далее происходит БР-5 мы все-таки продолжаем участвовать в войне мы не участвуем суперами мы участвуем с апкапами у нас вводят Бобров такой флитком как Мега Адмирал довольно известный Бобровод значит пытаемся опять же максимально быть полезными и происходит развал ДД впоследствии мы теряем все свои накопленные территории накопленные луны они очень быстро забираются и опять попадаем в такую ситуацию что у нас кризис у нас опять депрессия в этот момент происходит конфликт в The Gorgon Empire в результате которого значит мы принимаем в свой альянс новую корпорацию корпорация Буака во главе с ГРЭХ-2010 который становится альянсовым лидером потому что на тот момент тащить альянс было некому соответственно он вливается к нам начинает активно развивать альянс проводит буквально на первую успешную компанию которая показывает что РЭД еще жив РЭД еще может показать зубки и соответственно РЭД начинает потихонечку восстанавливать свои силы после победы НСПЛ в Хэллоуин Варе значит затем происходит инцидент с СОЛАР ФЛИТом В Хэллоуин Варе мы подружились с Лорианом Ли основной флитком СОЛАР ФЛИТа на момент Хэллоуин Вара который водил большую часть флотов от СФ соответственно мы с ним подружились у нас были хорошие отношения и значит в итоге мы договариваемся о том что значит РЭД Альянс переезжает в Квериус к ТРФ точнее к СОЛАР ФЛИТу значит мы переезжаем туда уже проставляются стенды и тут ходят мастер скажем так в игру видят что у нас проставлены стенды и снимает их никого не уведомив ничего не сказав естественно возникают вопросы чё как почему зачем ну перед этим конечно же мастер ушел сказав что вот Лори тебе все права делай что хочешь я пока что оффлайн я не буду тебе мешать ну соответственно после такой ситуации Лори принимает решение выйти из СЛОР ФЛИТа и создать свой Альянс свой Альянс он называет Дримфлитом заехавшие ассеты успешно вывозятся из Квериуса из территории подконтрольных СЛОР ФЛИТу и вместе с ДРФ мы едем в стейн а в стейне мы дружим с остатками Даркнессов Деспайер это на тот момент Альянс Саузер Федерейшн СТФУ как на тот момент он назывался там участвует основной флитком нынешний основной флитком стейнвагона Равин там начинает свою активность нульпарс от САУ стейнвагона нончо Совет Юниона вот там мы начинаем как бы активно дружить с этим альянсом с этими пилотами значит там мы опять таки копим силы начинаем смотреть где можно заехать куда то что то забрать поначалу были планы на Брейвов потом были планы на эзотерию мы пытались захватывать луны в стейне реинфорсили загоняли убивали вот в итоге под патч Фаебу у нас происходит конфликт с стейнвагоном по поводу лун так как тем кто заведовал коллицей был лазаркион может его услышит слышали этот ник я думаю пилоты с того времени знают кто это значит лазар соглашается с тем доводом что все луны которые находятся в стейне они должны быть разделены по явке альянсов на кто значит по захвату этих лун значит что мы видим мы видим что летают ред альянс на эти кота летает дримфлит и немножечко стейнвагона значит поднимается шум благодаря инспайру и соответственно начинаются терки в итоге это все приводит к конфликту здесь же анонсируется патч фаебы где значит срезается количество значит световых лет для прыжков капиталом вводится фатига и прочее 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 довольно таки вкусный патч изменивший очень многое вместе с дрф мы принимаем решение переезжать в курсу и начать атаку на инспайзер викет крик и деторит значит мы бросаем свои луны в стейне переезжаем в курсу начинаем атаковать нашими основными противниками тогда были значит фратернити были были также джентльмены джентльмены с агримент как там ковы коровки уже не помню культов вар вот альянс висусириус ну в общем такие мелкие альянсы м3 которые в принципе объединившись создавали такую довольно таки интересного противника с равными флотами и позволили нам сделать интересную компанию значит достаточно запоминающимся в этой компании был бой за ГРАШС это первая система в которую мы въезжали она находится викет крике в центре региона стратегически стратегически важная система так как в нее с нее можно атаковать как инсмазер так и деторит так и защищать как викет крик так и все регионы рядом можно спокойно было верно возвращаться в курсу при плохом раскладе значит мы захватываем этот гараж когда у нас был плот рельсы танк тогда это были основной метой и против нас тогда выступали значит дичи на рельсотенгах также и флот блоки от джентльменов от культурок от фратернити то и мы забрали эту систему это был ночной таймер 4 утра флот тогда почти в 200 человек собрали что было очень хорошим результатом значит забирали эту систему и дальше пошли атаковать энсмазер аудитория если с энсмазером проблем особо не было основные системы были перебиты с помощью мазеров когда еще не было фазисова значит были структурки в которые нужно было дамажить мы делали огромное количество таймеров и они выходили на утро соответственно пару задротов убивала это все ставила свое онлайнила и забирала себе клайм а в аудиториде ситуация была противоположной в аудиториде было сопротивление аудиторид активно вселились дженты которые пытались мешать всяческому продвижению значит наших альянсов в углубь этого региона периодически подфонили инцидотов значит инцидоты прилетали помогали если мы не видя их флоту помогали в нашем убийстве потому что было бы там были довольно таки серьезные ночные таймера вот соответственно в итоге мы забираем частично аудиториде у нас остается нижняя конста с активно активными аборигенами которые очень сильно мешали скажем так нашему продвижению очень много гадили просто так ну собственно затем дрф договаривается с джентами о передаче системы которые переходят полностью под контроль дрфа то значит это было уже в районе тринадцатого четырнадцатого года четырнадцатого года вот а дальше у нас происходит конфликт с саларами это всем известный титуемина с напами с дичами и так далее а значит как участник тех событий я могу спокойно выложить свою точку зрения а значит в определенный момент у нас уходят все основные значит вентмейкеры в виде лори грега бланда и в итоге остаемся от двух альянсов я и кираками кираками это один из директоров дрфа ну я соответственно был в то время флиткомом с немножечко расширенными правами скажем так вот но тем не менее я многих еще вещей не знал многих соглашений так далее вот значит и что мы получаем получаем мы то что у нас в платформе Solar Fleet точнее не через Киру мы получаем приглашение на полетушки на пострелушки и так далее ну как бы какая разница куда ездить стреляться если в ночное время там есть дженты а обычно наши в прайм-тайм у нас будут дичи ну окей поехали значит через некоторое время приходят в онлайн играх и начинают узнавать что за фигня творилось и почему мы значит делаем то что мы делаем но в итоге это все выливается в те логи в те ссылки о них вы можете там прочитать в соответствующих темах на игрушке вот соответственно мы в дальнейшем уходим обратно в Инсмайзер остаемся в Инсмайзере ждем какой-либо движухи движуха наступает довольно таки быстро альянс Тревверат который занапился с дичами вместе с Ла Флитом атакует наши территории соответственно мы это просто так не оставляем и начинаем давать ответ то есть мы тоже фармим флоты мы стреляем их пилотов и соответственно начинается активная война с Треввератами Треввераты получим несколько раз в итоге зовут дичей на тех же рельсотенгах мы уже тогда перешли на мочалки вот в определенный момент происходит бой между Треввератами и дичами Треввератами и с дичами вместе с нами точнее против нас где рельсотенги дичей умирают мы на мочалках выиграли таймер но благодаря тому что некоторые таймера не защищаются у нас были союзники мухоязычные которые значит имели таймера в US таймзону которые мы не могли собирать какой-либо флот даже несмотря на то что когда-то у нас были большие флоты в это время значит проигрывают несколько таймеров в итоге Треввераты захватывают вход из энсмайзера вход в энсмайзер это система Q7 и оттуда начинают свои атаки продолжать значит через какое-то время к атакам подключается легион дича и мы имеем значит ту ситуацию которая у нас получилась с одной стороны Треввераты с другой стороны дичи и мы в центре региона одни и соуэрфид еще ну и соуэрфид соответственно да я уже их называю дичами просто вот значит мы начинаем активно дефить мы приглашаем к нам на теймера стейнвагон но в какой-то раз в какой-то момент это прокатывает в какой-то момент мы проигрываем теймера уже тогда вводится фазисов вводятся энтузище карьеры вводятся энтузище реконы вводятся трололо цептора и так далее в тот момент на цептора еще можно было ставить энтузище линки и с помощью них троллить противника тем что ему нужно было летать и откачивать свои системы самооткачки тогда самооткрутки не было нужно было прилететь и самому лично крутить эти ноды вот соответственно стрижками у нас получается вот такая вот трололо война мы загоняем им системы они загоняют нам системы а дичи после после того как приехали начали активно атаковать наши луны наши какие-то системы с ситами наши печки значит в какой-то момент мы их тащим мы убиваем и трешек и дичей своими флотами значит кстати в этот момент в момент приезда от дичей у меня сгорает компьютер и у меня просто не имеется возможности логинить сводить флоты мне приходится наблюдать все с чатиков с форумов с рассказов других флиткомов и лидершипа о том что происходит как что делается помогать всячески в этих чатиках делать что могу вот затем Карр вместе с своим лидершипом привносят немного сапога в жизнь дичей и мемберов альянса альянсов коалиций входящих в химико и очень большое количество пилотов начинает прибывать в систему диплоя где расположены дичи такой большой флот мы уже не могли тащить потому что мы воевали довольно таки продолжительное уже время у нас пилоты устали просто не могли уже воевать и соответственно после этого начинается постепенная просадка наших намберсов просадка наших мемберов просадка нашего формата во флотах значит в какой-то момент защищаются несколько раз CJ несколько раз защищаются треймера их и затем происходит бой на Гафниуме и Луне в системе YPW эта система соседняя с CJ предполагалось что мы хорошенько дропнем капиталы значит суперами супера эти убегут потом в общем все будет отлично но что-то идет не так супера наши затаклены дичи бросают свои супера у нас происходит суперкап бой значит начинается вот это вот бойня в которой наши супера терпят поражение которые большую часть арморных суперов убивают у нас на тот момент разные форматы у DRF арморные супера у Реда шелдовые значит арморные супера умирают шелдовые супера уводятся и в итоге мы имеем то что мы остаемся без суперкап отказ своего на который дичи смотрели все-таки опасались и старались его как-то забейтить либо овойдить игнорировать не игнорировать а избегать вот соответственно после этого начинается активная эра использование капиталов со стороны химико со стороны триумвиратов значит мы не можем противопоставить этому какого-либо большого количества у нас опять же дизмораль кризис в итоге потихонечку мы откатываемся в курсу значит в курсе мы опять-таки сидим ждем у моря погоды скажем так начинается внутренний кризис который приводит к тому что грех уходит и я становлюсь целого рода альянса вот собственно через некоторое время поиск мы ищем значит варианты куда приткнуться что делать куда ромить какие страдзадачи выполнять потому что на тот момент значит в регионе окрестностях курсы было очень много различного противника но который очень сильно блобился то есть против нас тогда были помимо перечисленных и были еще и тесты и дженты и куча различного еще мелкого народу альянсов вот эти альянсы мешают нам каких-либо стратегических задачах мы не можем их выполнять нас постоянно блобят и в какой-то момент происходит совещание скажем так между лидерами рады и стейн вагона в котором значит нам предлагают заехать вперед базис на определенных условиях я не буду их разглашать сейчас потому что это все-таки некая часть договоренности которые действуют до сих пор поэтому оставляем в секрете можете додумать их сами а значит вот мы заезжаем вперед базис соответственно начинаем отжираться там после войны с дичами значит пытаемся налаживать контакты с соседями с любыми альянсами которые живут рядом с нами где-то это получается где-то нет значит в итоге от того что мы отожрались на грядках мы решаем провести небольшую кампанию где захватим больше различного никома для своего альянса целью этого этой компании мы выбираем лампик значит это немецкоязычный альянс значит в нем находятся пилоты которые были в РМЦ на тот момент альянс люкс уже опять же не помню как его точно называют это довольно таки успешный немецкий альянс был но теперь он стал сильнее благодаря тому что в него вливаются опытные пилоты из одного коллектива который участвует в альянс с довольно таки опытные пилоты с большим количеством нужного и полезного полезных знаний механики знаний того как работают форматы и так далее естественно мы пытаемся провести эту компанию соло соло без каких-либо помощи но терпим фиаско значит мы не оставляем эту затею у нас появляются первые успехи мы забираем некоторые луны союзников этих альянсов значит также мы впервые встречаемся там с аегами где которые атакуют один из наших альянсов альянс риск находился в нашей коалиции это были жители дерева вот соответственно там мы впервые попадаем с ними на конфликт значит конфликт в том что мы защищаем своих друзей которых мы не бросаем в трудной ситуации когда их атакуют а соответственно аеги ищут фана вот ну в итоге альянс риск разваливается и на его место заряжают аеги соответственно нам нужно было нам нужен был этот альянс чтобы обеспечивать спокойно логистику себе эта логистика обеспечивалась системой квак значит имея туда доступ мы имели спокойно логистику то есть спокойно могли прыгать в этот в эту систему джампфурами капиталами и ездить по своим нуждам в дельф в житу куда угодно значит мы не имеем ничего против того чтобы кто-то занимал любую территорию в дельве как бы нам она не нужна была у нас было ее достаточно для наших альянсов но систему квак мы оставляем за собой то есть мы ее дефим мы ее перекручиваем на себя в итоге в итоге я решаю фарсакина предложить ему какое-либо соглашение по поводу того что мы не трогаем друг друга у нас есть свободный доступ на что он отклоняет его ну и мы продолжаем как бы защищать эту систему с помощью лампиков аеги пытаются нас выбить оттуда где-то это удачно какие-то таймеры выигрываются какие-то таймеры ими проигрываются даже с лампиками вот в итоге в итоге фарс через несколько дней конвейт меня и все-таки сам предлагает узаконить наши отношения скажем так мы получаем доступ к свободной логистике они получают доступ к системе все довольны и соответственно мы продолжаем так жить пытаемся опять же что-то там делать в один из дней когда мы заезжали еще в период базис искали себе противника мы столкнулись с альянсом Dangerous Voltage интересный альянс с дальневосточной таймзоной со своими хорошими людьми с хорошими флиткомами вот это бывший бывшая корпорация из даркспаунов достаточно скилловые пилоты вот с ними мы вначале мы пытались их как-то забрать их инкам забрать их диспро луну но как бы мы не имеем ничего против их они не имеют ничего против нас в итоге мы приходим к соглашению определенному что мы дружим вместе вместе летаем помогаем и так далее и значит через некоторое время у нас появляется возможность провести вместе компанию компания против rebel альянс компания в неудобная неудобная ни нам ни двшникам но сулящие некоторые доходы нашим альянсом в итоге компания проводится мы забираем себе одну из констелляций дельво в которую поселяем ситизонов который из которых кстати вышли хаслы вышли за сибири кто следит за политическими драмами на евро может знать эти альянсы может знать корпорации которые там участвовали вот собственно оттуда пошла дружба сип сквада и джерс фольтейджа но опять же дружба их там не сложилась определенным образом из-за некоторых людей их решений значит после того как мы заканчиваем кампанию с дв мы продолжаем кампанию против лампиков и их союзников продолжаем захватывать луны значит к лампиком присоединяется культура альянса из фонтейна соответственно мы пытаемся все-таки воевать как-то какие-то бои давать какие-то бои скипать соответственно сохранить лицо не всегда удается не всегда получается но это ела это это воспринимается нами нормально вот в какой-то момент появляются слухи о том что выселе после выселения гунов гуны поедут в Дельф с нами связываются лампики предлагают нам соглашение о том чтобы мы помогали им в случае чего в случае заезда гунов потому что мы будем следующими там какие-то аргументы предъявляются что мы должны воевать за идею с ними ну естественно так как гуны наши довольно таки давние друзьяшки с которыми мы знакомы еще с момента заезда нашей коалиции в Викет Крик в ГРХС о котором я рассказывал ранее мы выдерживаем нейтральную позицию мы не даем ни положительного ответа ни отрицательного значит тут происходит анонс о том что гуны едут в Дельф мы также по-прежнему занимаем позицию нейтралитета не трогаем ни гунов ни Лампиков и их коалицию значит после этого после захвата первых миров значит нам точнее к тогда еще непосредственно Грегу написали дипломаты гунов и попросили как бы контакта выйти поговорить о дальнейших планах соглашениях и так далее на что с ними в контакт выхожу я и уже тогда мы решаем вопросы о том что у нас будет определенные соглашения определенные пункты которые мы не будем нарушать и соответственно почти сразу же эта инфа становится публичной но мы также продолжаем занимать нейтральную позицию мы не атакуем лампиков мы не атакуем гунов в какой-то момент мы видим что мы тогда кстати находились в теплое в 3 помогали стейн вагона против дичей трешек в войне значит в какой-то момент нам лампики приезжают в период базисы и загоняют системы просто так мы это оставить не могли и мы включились в войну против лампиков значит мы включаемся в войну проставляем стенды с гунами и начинаем атаку а значит в какой-то момент мы используем фазисов в своих целях в целях захвата значит происходит наша ошибка ошибка одного из пилотов который вел энтозис группу значит он загоняет систему которая принадлежит аегам в итоге у нас приходит разгонку с аегами наши соглашения значит постаргаются и мы едем воевать еще и с аегами значит соответственно воюем получаем какие-то бои какие-то там файты вот ну в итоге победа гунов победа нашей коалиции и затем мы вместе с гунами значит достигаем таких соглашений в которых наши две коалиции коалиция империум и коалиция редмин объединяются в одну у нас остается эти две коалиции со своим лидершипом но также у нас есть общие цели которые выполняются всеми нами то есть мы выполняем в первую очередь цель рмс но при необходимости мы объединяемся с гунами и отстаиваем нашей общей цели если конечно же таковые таковая необходимость будет вот данной целью которую можно назвать объединение точнее под которое подходит наше объединение была атака на фонтейн значит в фонтейне проживает альянс культурка которая которая активно пытались помогать лампикам на словах на деле же прилетало там десяток каракалов которые очень очень быстро слились в войне против лампик но так как эти это этот альянс и их коалиция была как друзьяшками с лампиками так и с нцпл мы принимаем решение о том что нам нужно помочь их выселить оттуда из фонтана значит соответственно мы переезжаем в zxb одну из систем дельва граничную с фонтаном и пытаемся атаковать культуру значит атакуем захватываем в принципе одну констелляцию но дальше у нас мы не можем продвинуться потому что меня внезапно засасывает триал вместо скажем так быстроносной кампании у нас получается такой затяжная войнушка значит в которой участвуют и гуны и значит фонтайн-кор жители фонтана нпц фонтана вот затем реал засасывает меня все больше и тут появляется информация о том что по исти наши друзья в период базисе значит разваливаются предлагают нам забрать их в системы потому что их атакуют атакуют хэппи-картель поддержать их на тот момент мы не можем потому что у нас есть своя компания свои цели а значит через некоторое время альянс хэппи-картель живущие в стене и его союзники захватывают констелляции принадлежащие поистикам начинают мешать нашим крабам которые живут в период базисе начинают мешать нашим ситам вот мы принимаем решение о том что хватит это терпеть быстренько проводим кампанию по зачистке ПБ и на данный момент эта кампания завершилась на 99,9% по зачистке ПБ мы возвращаемся в фонтан мы возвращаемся в фонтан и делаем мы немножечко по-другому нежели было в начале нашей атаки на фонтан делаем все более организованно более продуманно мы переезжаем сейчас в систему серпентис прайм находящуюся в центре фонтана оттуда мы будем проводить атаки значит на противника которые будем проводить атаки на их экономику и на любые другие объекты которые могут стать интересными объектами как для боев так и для ослабления противника нормально так нормальная такая история вышла два часа практически стрим уже идет доджер если ты еще тут есть ли тебе чем дополнить эту историю ну скажем так по конкретно по истории там можно дополнить только начало выступления чата немножко что я там тоже участвовал в этой войне с дичами но это уже дело до прошлых лет я думаю что вам стоит переходить уже к вопросам слушатели если таковые будут и обсуждать текущую ситуацию окей значит так друзья мои давайте сейчас мы разыграем лярдик еще один а после этого зададим чатланину вопросы какие то вопросы с форума с чатов какие то вопросы от меня чтобы дополнить картину можете плюсоваться можете плюсоваться в чате гости пока мы будем разыгрывать лярдик могут отойти я думаю на пару минуточек и потом ну как я уже сказал продолжим с вопросами закончатся вопросы разыграем второй точнее уже третий лярдик так ждем минуточку так пока 35 юзеров плюсанулось мне показывает программка ставьте плюсики потому что лярдик будет разыгрываться случайным образом среди активных в чате людей достаточно поставить один плюсик если то есть один плюсик вы поставили то вас уже скрипт видит да кстати друзья не забываем подписываться на канал в следующую субботу я постараюсь также привести интересного человека на стримчик подписывайтесь чтобы не пропустить подкаст чтобы вам пришло уведомление о начале подкаста жамкайте сердечко возле стрима так ну что 40 человек плюсанулось я думаю можно жамкать кнопочку и вот напишет нашего победителя кейв крабер кейв крабер напиши мне на твиче свой игровой ник напиши мне на твиче в приват свой игровой ник я тебе отправлю лярдик поставил единичку в чате стрима в чате стрима так ну пока наш победитель набирает сообщение мне если он наберет конечно вроде был активен последние несколько минут назад должен написать чатланин ты как успел опять и вернуться я не отходил да ну отлично комментики читаю отлично так тогда у нас есть вопросик один вопросик из чата вопрос таков как думаете будут ли в ближайшее время большие войны если не будет а если будут то между кем ну то есть в плане на глобальной карте евы ну войны любые вообще не происходит всегда в еве будь то крупные или мелкие значит на данный момент происходит война между СО2 и НСПЛ если это можно в принципе назвать крупной войной это крупно это точно даже скажу точно что это крупная война но единственное но это не война с равными намберсами это война с переблобом одной стороны избиение другой значит война будет она будет когда когда то будет вот как то так так еще вопросик когда в СиДжей вернемся в СиДжей мы вернемся тогда когда у нас будет достаточно намберсов и достаточно навыков для того чтобы быть ну для того чтобы у нас были шансы его захватить и для того чтобы были шансы его удержать для начала нам нужно восстановить свои намберсы восстановить свои навыки выпрямить клешни а потом можно и подумать о СиДжей ага текущие стенды Red Alliance с кем плюс са с кем минус са глобальные союзники глобальные враги значит в первую очередь мы друзьяшки с гунами которые живут с нами рядышком у нас есть определенное соглашение со стейн вагоном значит частично с ними проставлены стенды с гунами полностью проставлены стенды значит у нас есть соглашение с фонтейнкором и в принципе на этом все какие компенс программы есть в Альянсе что компенсируется что на что пилоты могут рассчитывать значит компенсируется у нас стандартное количество шипов стандартные номинования значит у нас компенсируются логисты в полном объеме у нас компенсируются реконы электроника на них у нас компенсируются бонусные значит кораблики будь то команды либо оффгрид т3шки у нас компенсируются все потери флиткомов во время вылетов также у нас происходит компенс как цена интеров цена бобров так и энтозеров вот также у нас в принципе происходит производится программа по поддержке флиткомов которые вводят флоты им выдают некоторые плюшки отдельно от всех корпораций которые получают тоже за это некоторые плюшки за участие во флотах за полеты с нами вот так доджер а ты тут есть конечно спрашивают за что был бан за пропаганду рмт за пропаганду рмт так ну тут я не ну как бы если честно то за то что я сказал о том что все делают но никто не признается а я взял скажем так громко об этом заявил так вопрос тут подлетает по поводу компенсов спрашивают а капиталы что не компенсится капиталы супера а не компенсится тоже в полном объеме естественно если это не крабы капиталы и не крабы супера капиталы компенсятся ну как бы надо понимать что дрэда кара вообще страхуются и там компенсить особо нечего но тем не менее компенсии приходят ну да супера это классно джайна рода лент так также вопросы я пожалуй буду задавать вопросы вы коротенько отвечаете каждое свое мнение я спрашиваю кто ну называю кто первый отвечает по вторым блицанем так пару вопросов о Еве в принципе ваше отношение к казуаливанию Евы это отмена лернингов это трейд ТСП сейчас альфа клоны будут раскачиваться ну то есть Ева становится доступнее вроде как чатл твое мнение казуаливание это всегда плохо и одно исходя из моего четырехлетнего опыта игры оно прям видно вот чем больше СЦП казуаливает Еву тем меньше она становится клевой тот же тот же вопрос мое мнение отличается я считаю что во первых казуаливание так называемой Евы процесс абсолютно неизбежный просто потому что меняется поколение игроков и это поколение уже привыкает совершенно другим реалиям скажем так реального быта и реальных технологий и то что было скажем вау несколько лет назад для них уже ну такое то есть обыденная вещь скажем так и поэтому упрощение Евы и и в принципе скажем так ускорение входа игрока в игровой процесс это неизбежно более того это хорошо иначе Евы будет терять аудиторию потому что например человек который выбирает сейчас между тем чтобы поиграть в Еве или поиграть например в мир танков сто процентов выберет мир танков потому что это тупо зашел поиграл и вышел а в Еве ты залогинился и никто не знает когда у тебя будет фан это во первых во вторых лернинги сп и т.д. и т.д. скажу так у меня персонажи были забанены 4 года они были разбанены недавно и потеря по сп с учетом скажем вот новых введенных скилов на т2 пушки на все такое прочее то есть грубо говоря если мы берем персонаж который был капиталоводом тогда и капиталоводом сейчас составляет примерно полтора года и грубо говоря у меня сейчас есть возможность не ждать эти полтора года потому что я как бы не молодею а могу заработать исок вкинуть это в лернинги ой смысле в банке с сп и подогнать персонажи чтобы было интересно играть кроме того надо понимать что чтобы сейчас играть интересно в еву при том обилии форматов и том частом изменении этих форматов которые происходят в любом альянсе потому что сейчас очень достаточно часто меняется мета евы и людям приходится подстраивать а мета меняется ровно потому что цепи приходится менять чтобы поддерживать людей интерес чтобы поддерживать изменения вот чтобы за всем этим уследить тем более новому игроку который придет с нулем ему просто необходимо дать возможность быстро набрать сп чтобы он мог хотя бы на каком-то базовом уровне вводить все то на чем летают более опытные товарищи и с этой точки зрения ускорение прокачки и все эти банки и все эти возможности это это просто практически идеальный вариант для того чтобы привлекать новых игроков потому что скажем цикл на мой взгляд цикл жизни человека игрока в еве ну он активно не более трех лет то есть это где-то год с нуля я имею ввиду год это вхождение в игру потом человек понимает что такое ева реально за год то есть это непридуманные сроки это всегда так было он прокачивает персонажа он облетает большое количество кораблей начинает разбираться в механике дальше он грубо говоря там от года до полутора убивает все что может показывать какой он крутой то есть добивается чего то в игре это вот людям которым это реально интересно дальше уже идет спад дальше он либо переходит на более высокий уровень управления корпорацией там лидершип чего то то есть такое либо он забивает и в это время в этот промежуток ему надо дать максимальное количество возможностей чтобы как можно на дольше растянуть его игровой экспириенс поэтому я однозначно за акказуаливание его скажем так я за однозначно за то что приходило больше игроков потому что в текущих реалиях к сожалению и дальше это будет продолжаться ела движется к тому что будет решать тупо блоб и то что раньше считалось там блобом допустим тысячи человек это было углу какие числа недостижимы сейчас тысячи человек на самом деле это ну что то близкое к битве двух средних коалиций и поэтому чтобы вот это вот продолжалось пока ела не изменится кардинально а я пока не вижу чтобы что то поменялось с этой точки зрения с этой логики привлечение новых игроков это то что нужно и интересно у нас выходит блит так еще поступили вопросы еще поступили вопросы какой срок ставится руководством на восстановление намберса и вообще мощи альянса и я так скажу но на форуме собственно только и только и разговоров что о том что Ред загнулся и так далее вот собственно Ланин я его немножечко этот вопрос перефразирую да так скажем можно ли в принципе сейчас в нынешних условиях Евы восстановить скажем так былую мощь альянса то есть если вопрос был о сроках о сроках то мы перефразируем возможно ли вообще как за сколько с этим можно справиться и ну в общем получится ли можно можно все если этого хотеть если этого желать если этим заниматься а сроки зависят не от чего либо от того какая ситуация будет в Еве так никс кьюди спрашивает есть академка возьмете ли перефразирую также вопрос критерии по каким критериям давай давай я наверное да 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 значит по поводу академки мы сейчас запускаем новый проект собственно придумывал чатова заключается в чем у нас будет академка для как для людей которые проплачивают аккаунты как и для так и для новых вот этих вот омега флотов скорее всего это академка да альф пардон располагаться она будет скорее всего в империи либо в усеках этот вопрос мы пока продумываем но суть в том что в ней будет весь лидер шип реда участвовать вводить флоты объяснять то есть это будет работа с новичками в том числе курировать этот проект видим буду я сам поскольку у меня на это хватит силы она что-то еще уже наверное нет но по крайней мере это хотя бы интересно и суть будет заключаться в основном в том чтобы научить людей зарабатывать и научить людей пвп почему например не сразу в нули потому что в той ситуации которая сейчас находится ред это просто будет людям тяжело то есть вот например с точки зрения возможностей ред сейчас живет как бы во враждебной среде имеет рядом агентов имеет рядом регион то есть это на самом деле для реда это исторически наиболее идеальные условия для роста кстати вот возвращаясь к предыдущему вопросу о том что можно или не можно можно но надо хотеть в чатах вот по поводу академки будет отдельно объявление на теме на форуме и со всеми условиями но в целом на вопрос можно ответить что да конечно будет набор более того у нас будет академка которой будут заниматься люди мы будем наверное да не наверное точно я сейчас просто веду переговоры о том чтобы какие то другие фк прилетали с может быть из других альянсов водили у нас академки но академка будет скажем так независимым альянсом в котором будут просто летать люди среда целью этой академки естественно является пополнение скажем так рядов по желанию но это глобальная цель это не скажем так не ультимативно и не обязательно скорее всего эта академка перерастет в можно сказать самостоятельный альянс который будет просто получать фан другим способом и я имею ввиду не строго ориентированно на нули то есть мы не будем тянуть нули но по крайней мере будет интересно то есть у людей будет возможность как перейти на какое то время в рода альянс или на постоянную основу что в принципе тоже одна из целей либо вот оставаться и участвовать средам на каких-то ивентах и в принципе получать скажем так в полу отдельном моменте если провести аналог давай если провести аналоги с существующими альянсами это будут как пандемик хорда для пандемик легиона большой альянс с большим количеством пилотов для альянса с большим количеством суперов вот тут вопрос доджеру ну как вопрос из диалога скажем так в чате играешь ли ты в танки играю играю и и что будешь ли ты рекламировать свою корпу в танках у меня нет своей корпорации в танках я хожу по ну вошел в клан на компанию после компании опять же все мое внимание будет уделено и однозначно секундочку сейчас промотаю ушел немного так друзья давайте вы пока начнете плюсоваться в чатике потому что мы сейчас будем уже завершать наш стримчик разыграем последний лярдик из трех ставьте плюсики в чат чтобы быть активными в чате и среди активных пользователей чата разыграем последний лярдик наш я пока буду мотать чат выискивать оставшиеся вопросы давай это пока ты там мотаешь я скажу про си джей потому что хотел как бы высказать на эту тему а мне кажется что си джей для рэда это некий символ и наверное один из один из смыслов вообще существования этого альянса то есть это как некое место за которое при любом раскладе имеет смысл драться по текущей ситуации хочу сказать следующее не один альянс за историю Евы даже там если мы вспоминаем древние времена так сказать когда вот именно формировался ред в одиночку ничего не добивался то есть за за очень редким исключением поэтому чтобы говорить сейчас о си джее да и вообще в ближайшее будущее надо понимать что чтобы победить дракона надо самому стать драконом и ред проходил этот путь и наверное не раз и надо понимать одну вещь либо альянс живет в тех условиях которые у него есть сейчас то есть грубо говоря кругом враги и по идее весело и если а есть активный линдершип который горит эти идеи который занимается который вводит кта именно под это подтягиваются те намерсы которые нужны для атаки чего-то серьезного потому вот эта текущая атака на фонтан она на самом деле многое покажет перегорит ли линдершип каковы будут успехи каков будет результат этой компании то есть вот мне кажется немножко может быть чату ну как бы я его обижу но это не моя цель то есть вот сейчас то что происходит с гунами и с фонтаном это все таки изимод потому что гуны они очень многое могут сделать сами и ред им по сути не нужен к сожалению сейчас ред как бы это вот не было прискорбно но не представляет из себя какой-то мощной силы даже наверное с учетом союзников в виде ДРФ ну не союзников даже а друзей потому что союзники приходят и уходят друзья все таки это немножко другой уровень и мне бы хотелось очень и я как бы тоже постараюсь приложить к этому определенные усилия чтобы людям снова снова стало интересно в район альянсе чтобы было много полетов именно альянсов ну естественно я имею ввиду и ДРФ потому что фактически я считаю что на данный момент это один альянс по участию в фатах по общению лидершипа то есть ну да у нас разные несколько разные культуры именно поэтому это два альянса не один но фактически это очень такие хорошие друзья и мне кажется что если эту войну мы проведем с усилием то по результатам этих усилий даже независимо от того что в итоге получится самый главный ресурс это человеческие альянсы будет и уже дальше можно смотреть потому что все прекрасно понимают что добиться получения CG можно абсолютно ну разным тем можно чисто военным можно дипломатическим можно каким угодно но в текущих реалиях политических в текущих реалиях по карте Евы нужно очень хорошо подумать а что это реду даст и что будет после потому что сейчас есть пандемики ИНЦ которые очень сильно дисбалансят все и даже если удастся допустим собрать коалицию против дичей с оверфлита например с помощью юга скажем так то приедут НЦПЛ и ну не факт что это все кончится хорошо хотя я бы последнее время не стал переоценивать силы НЦПЛ даже вот смотря на как они сражаются с СО2 да там перебок но извините это не то это даже не тот ДРФ который был когда-то с НЦПЛ то есть по усилиям совершенно совершенно другой уровень поэтому как бы в Еве все возможно в Еве все возможно но должны быть люди особенно в редальянсе должны быть люди которым это надо которые готовы разговаривать союзниками которые готовы тащить которые готовы убеждать людей и т.д. и т.п. и если сейчас лидерши посилят все это то в таком случае я думаю что в какое-то время не в ближайшее то есть однозначно мне кажется что это дело года как минимум может быть ну вряд ли раньше тогда можно будет говорить о том что возвращаться Сюджей но опять же надо четко понимать если удастся все это захватить то что будет дальше потому что я бы очень я понимаю что Ева для Реда это цикл то есть взлет падения взлет падения таких уже падений было наверное штук пять но сейчас у альянса есть возможность переломить этот круг тем более что у нас есть союзники в виде гунов какими бы там они не считались там скажем так не совсем надежными но у Реда я не припомню чтобы была прямая конфронтация с гунами разные вещи были и понимание непонимание но прямой конфронтации не было поэтому сейчас это хорошая возможность развиться поэтому я думаю что стоит приложить максимум усилий чтобы вот в текущих реалиях чего-то добиться и за счет этого увеличить количество людей в основном альянсе такие дела так ну и еще к тебе вопрос где код какой именно я не знаю какой именно спрашивают у тебя где код я понял я понял о чем речь ребята к сожалению кот мой умер в прошлом году и вторая кошка к сожалению тоже умерла но они были старенькие ну вот меня это конечно очень печально но сейчас я как бы человек женатый у меня есть сын так что теперь в микрофон будет пищать ребенок скорее всего что он уже в принципе и делает вот ну и плюс кошка тоже есть без животных как-то не получается у меня всегда есть какая-то живность так друзья ну давайте нажмем кнопочку и будет последний вопрос я думаю доджеру так как он любит поразмышлять жамкаем кнопочку определяем победителя на лярдик последний лярдик из трех доджеру насколько зависит от доната его сейчас чем два-три года назад но я думаю вопрос можно перефразировать как что конкретно можно купить за деньги да насколько насколько сейчас это решает вообще в принципе любые деньги и как на твой взгляд решает ли сейчас это больше окей давайте давайте тогда я отвечу на этот вопрос достаточно серьезно я надеюсь вы поймете о чем я буду говорить в свое время когда редальянс с ВН закатал атласов ВН за счет доната было вкачано достаточно много денег за эти деньги пошли в основном на супера естественно я ребят не спрашивайте я суммы называть не буду хотя конечно все это помню более-менее суммы действительно большие и все эти супера точнее малая часть этих суперов осталось ВН большая часть этих суперов пошла в пандемиков и в НС но большая часть пандемиков потому что им платили за участие но надо понимать что супера в Еве из воздуха не появляется их строят и строили их на тот момент скажем ситизены и пэты дичей и гунов то есть понимаете сейчас по факту есть две есть только одна большая печка опять же я могу немножко ошибаться может быть этих печек две то есть под печкой я имею ввиду ну какое-то количество заводов это огромные производственные мощности в дрон регионах и небольшие производственные мощности относительно небольшие производственные мощности на юге соответственно возможно возможно с учетом того что иск сейчас стал достаточно дешевый и скажем количество общей суперов в Еве сильно выросло с учетом прошедшего времени с учетом отсутствия таких боев ну может быть там кроме бр-5 которые скажем прореживали бы эти ряды этих суперов теоретически возможность скажем вкинуть очень большое количество реала в игру и скупить очень большое количество суперов оно присутствует но надо понимать что если это под этот поток например направлен против дичей то дичи не будут продавать супера то есть мы сейчас не говорим о каких-то нелегальных способах я сейчас говорю строго о том что были люди которые донатили стп покупали там лексы переводили в иске и купали на это супера это было это факт то есть это все законно естественно есть разные методы и вот таких людей я сейчас в Еве не знаю скажем так которые могли бы это сделать против определенного соперника если такие люди появятся и если у них появится желание это сделать то под таких людей грубо говоря можно организовывать движения но чтобы вы понимали порядок скажем так примерный порядок того объема денег которые нужно было вкинуть раньше то есть там четыре года назад и сейчас они просто не соизмеримы то есть это ну я не знаю может быть конечно это дико прозвучит но я думаю что сейчас чтобы иметь и чтобы вдруг появился очень качественный супер капфод нужно порядка сто тысяч долларов мне так кажется это вот личное мнение исходя из скажем текущей ситуации с исками текущей стоимости вообще официальной стоимости в плексах там даже если мы будем говорить о каких-то неофициальных вещах то сумма все равно не намного меньше то есть вы понимаете чтобы повлиять на что-то это нужно очень сильно захотеть кому то и я не думаю что найдутся такие люди а все что меньше просто пустая трата скажем денег потому что проще потратить на это какое-то время например год целенаправленно задаться какому-то альянсу программы то есть грубо говоря всем накрабить на супера чтобы у каждого пилота на альте был супер и это реально более того я это делал когда-то естественно так намерцы другие но и время было другое и в принципе результат будет похоже да конечно меньше да конечно не сразу да конечно это при сливе компенсировать это будет очень сложно потому что должен быть запас исков но если у альянса какое-то длительное время будет достаточное количество спейсов текущих реалиях хант по кроме у которой каждая система может приносить хороший доход то в принципе донат сейчас в игру становится не нужен если лидершип целенаправленно упарывается в супера если ставится такая задача добыть супера мне кажется что вот сейчас реально при текущих при текущей мете в еве донатить если появятся люди которые готовы там донатить имеет смысл донатить только на восстановление сливов чего-либо создавать изначально фон суперов за донат ну это просто это огромные суммы просто бессмысленно потому что люди должны каждый пилот должен думать головой мазенты он должен во первых он должен верить тому кто его ведет он должен верить в к он должен прыгать к нам горы прыгать ему говорят стрелять костюм ему говорят дохнут но при этом да отлично было бы если бы он понимал что ему вот этот слив вот либо альянс компенсирует либо вот есть чувак который вот сейчас придет потому что у него больницы альянс и компестер в истории ряда такие люди были я не буду называть ники ну потому что мало на чем ну вот в истории ну короче люди разные были в истории евы там в роли ордекс в честно я не помню кто это был ник в рейде да это будет алексин но 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 то есть я надеюсь я ответил на вопрос скажем так потому что размышлять на эту тему можно очень долго но мне кажется что сейчас в целом не имеется нет нет такого влияния доната или необходим такой объем доната непосильный или просто идиотский что но это бессмысленно мне так кажется так ну в общем я думаю на вопрос мы на все ответили будем пожалуй прощаться со зрителями чатл тебе слово труды были довольно таки интересные два с половиной часа хочу поблагодарить всех слушателей за то что они выдержали этот небольшой марафон чик слушали нас присоединяйтесь к нам присоединяйтесь к нашим альянсом нашим союзникам нашим друзьям будем творить историю вместе отличный слогом творить историю вместе я хочу сказать следующее ребята радальянс это альянс история которого всегда была завязана на пвп в любые времена да у нас бывали очень такие карабские времена в том числе и сейчас когда движника не так много хотелось бы но наш альянс развивается циклично и сейчас идет цикл подъема по крайней мере его начало по крайней мере все что сейчас происходит с альянсом говорит именно об этом что сейчас будет подъем поэтому если вы хотите поучаствовать в движнике если вы хотите стать флиткомом если вы хотите попробовать себя там в каком-то качестве я уверен что при наличии у вас коммуникативных навыков и желание хотя бы разговариваться не договариваться у вас все получится ее поучаствовать в маленькой локальной войнушки тем более тоже который может перерасти во что угодно поэтому я хочу сказать что редальянс всегда был интересен для пилотов какой бы вид развлечений не выбирали и этот альянс будет жить вечно пока как и когда-то говорил пока хотя бы одна корпорация но есть этот тикер я очень сомневаюсь что радальянс как идея когда-нибудь умрет поэтому вступайте как видите у нас есть чатал который активный который играет который не забил и это прекрасно джойн радальянс да ну и хотел бы я сказать спасибо гостям за то что посетили мой стримчик за то что рассказали интересную историю спасибо зрителям их было на протяжении всего стрима в среднем 150 человек для вас именно мы это и сделали сегодня и подписывайтесь на канал вас ждут подкасты с интересными людьми из мира и вы не только старые альянсы я планирую на стрим пригласить людей из совершенно новых альянсов вас ждут совершенно разные истории из мира и фонлайн спасибо всем друзья фарс пользуясь случаем продам титан сюжет продается титан пишите доджеру пока-пока зрел